Автография в эфире. Здравствуйте. Важные новости дня в материалах корреспондентов телеканала регион 29. Вначале о главных темах. Есть пострадавший. Самолет Ан-2, вылетевший сегодня из аэропорта Васькова, совершил жесткую посадку посреди леса рядом с Архангельском. Образование бесплатное, а вот пребывание в школе обходится в копеечку. Законны ли поборы с родителей в образовательных учреждениях? Помочь людям с сильной свертываемостью крови реально. В Поморе работают более 25 антикоагулянтных кабинетов. Из 26 номинантов до финала дошли только 12. В Архангельске решают, кто получит ломоносовскую премию. Сборное оборудование на платформе «Планета», творческой мастерской «Мост» для взрослых с ментальными особенностями нужна помощь. Итак, неделя не обошлась без ЧП в Архангельской области. Сегодня в 11.30 самолет Ан-2, совершавший перелет из аэропорта Васькова до Мизени, произвел жесткую посадку посреди леса в 50 километрах от областного центра. На борту находились 11 пассажиров, среди них ребенок 8 месяцев и два члена экипажа. Пострадали два человека. Хронология событий в материалах Виталия Барашкова. Пролетев всего около 50 километров, командир воздушного судна сообщает на землю, что судно обледенело и запрашивает возвращение обратно Васькова. После чего связь с бортом прервалась. К месту крушения вылетели два вертолета МЧС. Комолет совершил вынужденную посадку в лесопендровой зоне. На место уже в 11.46 был направлен вертолет Ми-8, того же 2-го объединенного авиаотряда, спасателями на борту и при помощи спусковых специальных устройств. Там, насколько я знаю, сейчас проведена эвакуация. Также стало известно о том, что один из людей, который находился на борту Ан-2, получил легкие повреждения. Позже выяснится, первым из строя вышел карбюратор. Экипаж и пассажиры не растерялись. К моменту прибытия спасателей успели даже развести костер. Ну, я старалась уснуть, потому что плохо летаем на таких самолетах, и поэтому я заметила все уже поздно, когда стало низко, шумно в самолете и стали задевать макушки деревьев. Сначала один вертолет прилетел позже, через минут 10, наверное, второй потом, и вывезли вертолетом. Членов экипажа и одного пассажира рейса доставили в аэропорт Васьково. Остальных – в Талаге. Их уже встречали медики и психологи. За штурвалом самолета был Александр Иванов, заслуженный штурман России. По словам пассажиров, пилоты этого рейса – просто герои. Все нормально, горизонтально летчики посадили. Классно, но так вот получилось. Как получилось, так получилось. Как надо повели хорошо, правильно. Самолет посадили ровно. Сели между болотом и лесистой местностью. Хорошо сели мягко. Успокаивали, помогали, поддерживали. Все. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного движения и правил эксплуатации судна». В настоящее время уже допрошенные свидетели, которые находились на борту. В настоящее время проводится работа. Допрашиваются непосредственно члены экипажа, капитан воздушного судна, также его помощник. Станавливаются все необходимые ответы, сопротивляющиеся. Самолет Ан-2, также известный в народе как «Кукурузник», основная рабочая лошадка 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Именно такие самолеты совершают большинство перелетов по области. В мире «Анушку» называют самым безопасным воздушным судном. Самолет Ан-2 – надежный самолет. Садим двигателем АШ-62Р, летает на бензине. Он надежен. Но случаи бывают, и бывают они, естественно, отказы двигателей, ошибки бывают, различные причины бывают. Завтра в Архангельск прибудут специалисты Международного авиационного комитета, чтобы дать оценку действиям пилотов и расследовать происшествия. Сейчас решается задача доставки самолета в аэропорт, где он должен пройти обследование. Ну и должен быть сделан необходимые выводы для того, чтобы исключить повторение подобного рода ситуации. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта. Все авиарейсы совершаются в штатном режиме. Виталий Барашков, Евгений Зыков, регион 29. Почти 8 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Архангельской области. 38 человек госпитализировано. Пока уровень заболеваемости ниже эпид порога, но нужно помнить о профилактике. При первых же симптомах простуды важно вызвать врача на дом и не ходить в поликлинику. Напомню, что сейчас в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Уже привиты более 400 тысяч человек. Число страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашем регионе по сравнению с прошлым годом выросло почти на 3%. Это данные Минздрава. Помочь людям с сильной свертываемостью крови реально в поморе. Работают более 25 антикоагулянтных кабинетов, где можно получить квалифицированную поддержку. Работу таких кабинетов уже оценили мировые эксперты. Рассказывает Владлена Романова. Диагноз Ирины Строковой – наследственный тромбоз. В Архангельской области заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдает каждый третий взрослый. Для лечения болезней, связанных со свертываемостью крови, назначают специальные препараты – антикоагулянты. Они способствуют снижению риска образования тромбов. Ирина принимает препарат уже более 10 лет и два года под контролем врачей антикоагулянтных кабинетов. Препарат действует. Ограничения есть. Это в питании ограничения. Есть в каких-то видах спорта. То есть нельзя силовые какие-то нагрузки. А так, в принципе, он не особо мешает комфортно. Сеть антикоагулянтных кабинетов создали в регионе в 2016 году. На приеме врачи контролируют у пациента уровень международного нормализованного соотношения. Этот показатель определяет свертываемость крови. И именно от этого зависит назначение препарата. Пациент не должен быть один на один с этими препаратами. Его должен сопровождать как средний медицинский персонал, так и врач. И этот врач должен знать этого пациента не только там со стороны. Если кардиолог – кардиологическую часть, невролог – это неврологическая часть, хирург-хирургическая. Единый специалист, который понимает эту проблему. Система антикоагулянтных кабинетов централизованная. Данные со всего региона поступают в первую городскую больницу Архангельска. Количество таких пациентов постоянно растет. К примеру, в Няндаме за два года уже 180 больных. Увеличивается количество пациентов, которые имеют диагноз нарушения ритма, фибрилляция предсердия. А также есть еще пациенты, которые принимают варфарин. Это оперированное сердце, это антробоз глубоких вен нижних конечностей. Также антикоагулянтные кабинеты есть в Карпогорах, Шенкурске, Красноборске, Вельске и других районах области. Всего 28. У нас наблюдается более 200 человек в кабинете. Из них 140 с нарушениями ритма сердца. Это основной контингент. Кроме того, у нас есть больные, наблюдается с тромбоэмболией легочных артерий и с тромбозами. То, что назначают хирурги, лечение терапевты. И все мы стараемся взять под контроль к себе. Еще одна особенность антикоагулянтных кабинетов – школа для пациентов, где простым языком рассказывают о болезни и о правилах приема препаратов. Это уже оценили на мировом уровне. Опыт хотят перенять врачи из Голландии. Люди начинают верить в том, что действительно им помогает, что действительно это их здоровье. Это то, что мы тоже на самом деле в Татарстане. У нас вообще никаких пациентов не откажется от терапии. Мне эта школа пациентов очень нравится. Мы бы хотели это масштабировать вместе с моими коллегами в Архангельске. Не только в Татарстане, но и по всей территории России. На данный момент за уровнем свертыва мести крови следят и получают лечение более 15 тысяч жителей области. Обратиться в такой кабинет может любой, кто посчитает нужным. Владлена Романова, Юлия Митина, Ольга Красулина, Александр Зуев, Анатолий Квасков, Регион 29. За особый вклад в науку, технику и культуру уже 20 лет в Архангельской области присуждают Ломоносовскую премию. Накануне прошло обсуждение работ номинантов. В этом году их 26, но только 12 дошли до финала. Тема самая разнообразная. От научных трудов по биологии и медицине до создания телеуправляемого подводного аппарата. Эту разработку представили студенты Севмаштуза. Он плавает, там есть камера, можно что-то исследовать на глубине. Цели можно придумать любые. На него можно навесить все что угодно. То есть там присутствует рука манипулятор, с помощью которой можно что-нибудь подобрать со дна. Премии получат 6 победителей. Размер поощрений не изменился. По 100 тысяч из областного бюджета и вдвое меньше получат молодые ученые до 35 лет из казны Архангельска. Уровень этих работ в этом году очень высокий. Они очень разноплановые. Есть работы комплексные, есть работы, где объединены авторы из разных регионов. Награждение лауреатов пройдет 19 ноября в день рождения Ломоносова. Образование бесплатное, а вот пребывание в школе обходится в копеечку. Увы, но такой расклад встречается в образовательных учреждениях довольно часто. Выявить реальные факты поборов с родителей решила областная прокуратура. И результаты проверок ошеломляют. Все расскажет Михаил Меньшинин. Родителям для своих детей ничего не жалко. Порой даже того, что государство должно давать за счет бюджета. В детских садах, школах и колледжах родительские комитеты по своей инициативе собирают деньги на нужные организации. Но зачастую добровольный сбор средств руководство учреждения превращает в принудительный. Вот что пишут северяне в социальных сетях. Не так давно с нас собирали тысячу на констовары. Нам нужны одни из дорогих цветные карандаши фирмы «Мопед» и так далее. И тысячу на игрушки. Видите ли, нужны современные игрушки типа конструктор «Мегаформерс» и так далее. 50 рублей на музыкальный зал. Учитель сказал, во всех классах родители пол покрасили. В нашем нет. Скидывайтесь на краску. Иначе мне выговор. После этого предвзято стали относиться к моему ребенку. В Северодвинской лингвистической гимназии номер 27 пошли еще дальше. Там был создан банк данных с информацией о родителях и их финансовом положении, чтобы точно знать, сколько люди могут и должны пожертвовать. При этом в региональный Минобор жалобы от родителей поступают крайне редко. Люди просто боятся, что это отразится на их детях. Собирать средства, так скажем, в принудительном порядке – это противозаконно. И такие действия должны пересекаться. Если нас будут информировать о данных фактах, мы будем достаточно жестко разбираться по каждому из обращений. Жесткий разбор поборов провела областная прокуратура. Проверили все образовательные организации региона. В результате было выявлено 256 нарушений. В Северодвинске, Новодвинске, Ленском и Мизенском районах поборы с родителей и вовсе были закреплены документально. Положение о совете школ, о родительском комитете предусматривали различные формы и способы сбора денег с родителей, что подтверждает отсутствие добровольности действий родителей. Их принуждали, рекомендовали им, предлагали представить определенные средства в определенной сумме с определенной систематичностью на нужды образовательных организаций. После проверки прокуратура вынесла представление региональному Минобру усилить контроль в образовательных учреждениях за законностью сбора денег. Помочь в этом могут сами родители. Кстати, в группе нашего телеканала ВКонтакте мы спросили подписчиков, сталкивались ли вы с подобной ситуацией. Половина респондентов ответила «да». Если в образовательных организациях с вас требуют или в мягкой форме просят внести финансовую лепту, можно сообщить об этом по телефону горячей линии, который вы видите на экране. Михаил Меньшинин, Ольга Красулина, «Регион-29». Завтра Россия отметит 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. А центром торжеств, конечно, станет город Орел, родина Тургенева. А на нашем канале выйдет в эфир программа «Круглый стол», за которым порассуждаем, современное или нет произведение классика, его образы. До сих пор существуют или уже не актуальны споры поколений, которые Тургенев описывал в своих произведениях. А может, уже не нужно обращаться к классику, а искать выходы в современном мире? Итак, смотрите завтра в 12.15. И те проблемы, которые Тургенев понимает, они вечно. Нет необходимости в знании, поэтому это не увлекает, это не современно, это не актуально. Сейчас современное поколение, они больше все-таки обращаются к современной литературе или больше даже к зарубежной, а классику мало кого тянет по-настоящему. Школьная программа преступно сокращена. И вот лет 5-6 назад, когда я читала студентам-филологам первую обзорную лекцию в аудитории филологов, будущих филологов, это второй курс, возник спор о том, кто написал роман «Отсы дети» Гончаров и Литургенев. Мы покупаем бумажные книги, потому что она живая. Вся русская литература, она воздвигнута на опыте страдания и на православной основе. А православие нас учит терпению и милости. Невнимание к классике в школе – это очень опасное явление. В современном мире, как ни странно, запрос государства на, как перед этим Пайза сказал, на филологов, на филологию резко падает. Я еще остановлюсь на этой проблеме воспитания человека. А насчет того, что дети читают лето, мне кажется, это преступление и насилие над детьми. Мы не учим читать классику. Танцоры из Архангельска – призеры крупнейших в мире соревнований по спортивным танцам. Еще примечательное их достижение делает то, что они дети. О паре выдающихся танцоров и о том, как с поддержкой талантливых спортсменов обстоят дела в регионе, расскажем прямо сейчас. Все мне улыбаются, хлопают, это очень приятно. Андрей и Мария по 10 лет. Их уверенные движения и умение держаться на паркете не вызывают у зрителей ничего, кроме восхищения. И это неудивительно. Освоивать танцы Андрей начал в 3 года, Мария – в 5,5. В паре танцоры чуть больше года. За этот период ребята у нас становились финалистами первенства России, финалистами Гран-при России по детям буквально в прошлом году. Ребята являются уже чемпионами Архангельской области по танцевальному спорту. Подобные успехи не обходятся без серьезных финансовых вложений. В среднем год на танцы родители иных спортсменов тратят больше 600 тысяч рублей. Вкладываются во все – от причесок до поездок на турниры. Сейчас мы танцуем все важные конкурсы. Вот, значит, это боди и платье. Платье шили в Барнауле. Далеко, потому что в Архангельске нет такого уровня шви, которое бы качественно могло сшить и быстро. Ну и ткань. Это итальянская ткань. Такого формата платье стоит в районе 14 тысяч рублей. И это стоимость весьма скромного по танцевальным меркам наряда. Когда ребята станут юниорами, цены на костюмы взлетят раза в два. И только тогда станет возможна поддержка со стороны региональной федерации по спортивным танцам в подборе экипировки, улучшении условий тренировок в поездках на соревнования. Пока же танцору в группе детей такая поддержка, несмотря ни на какие регалии, не полагается. Это и стало причиной встречи иных танцоров и их руководителей со спортивным руководством области. В любом случае мы заинтересованы в том, чтобы эти ребята и другие танцевальные пары, которые выступают и представляют Архангельскую область на международной арене, на всероссийских соревнованиях, были оценены по достоинству и получали всю возможную помощь от регионального правительства. Спортивные чиновники пообещали поискать для таких, как Мария и Андрей, источники финансирования, в том числе и в небюджетные. Пока же небольшую финансовую поддержку ребятам оказывает только холдинг «Эквилон Инвест». У юных танцоров впереди первенство России. Оно пройдет в Подмосковье в середине ноября. Ребята настроены только на победу. Виталий Барашков, Светлана Михеевская, регион 29. Уже в это воскресенье в Архангельске пройдет снежная румба. Зрители ждет красота и грация танца. И сегодня у нас в студии вице-президент Федерации танцевального спорта Архангельской области Александр Антонов. Александр Леонидович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот с 2004 года проводятся соревнования. Насколько они совершенствуются? Добрый вечер, дорогие горожане. Да, действительно, в ближайшие выходные у нас состоится, наверное, одно из самых главных танцевальных событий для танцоров, спортсменов. Это всероссийские соревнования на Кубок главы администрации города Архангельска. И еще два мероприятия внутренних. Это первенство и Кубок области. Да, действительно, 14 лет назад в рамках Дня города мы впервые провели праздник, используя силы наших спортсменов-бальников. И эта идея понравилась как танцорам, так и руководству области. И впервые прозвучало, что нужно бы, наверное, сделать отдельное соревнование, которое мы перенесли на декабрь месяц. И поэтому название «Снежная румба» как наиболее, наверное, полное отвечает этому событию. Событие интересное еще тем, что под конец творческого сезона, который граничит датами Нового года, когда танцоры из одной возрастной группы переходят в другую, и формируется состав сборных команд в разных возрастных группах на следующий творческий сезон. И вот эти соревнования являются, наверное, зачетными. Там спортсмены получат свои разряды, повысят класс мастерства. Ну и судьи и тренеры тоже получат свою толику нагрузки. Расширяются масштабы соревнований. Вот сколько участников в этом году? Предварительные заявки я еще не смотрел. Но судя по тому, как шли предварительные соревнования, отборочные, количество спортсменов у нас не уменьшается. А тем более, что мы сейчас делаем ставку на массовый спорт. Очень много малышей. Ведь мы начинаем танцевать уже с трехлетнего возраста. Правда, специализация начинается в 6 лет. Но с каждым годом количество детей, желающих научиться танцевать красиво, у нас не уменьшается. И это видно еще по показателям наших танцоров, что выступает на других соревнованиях российских и международных. Хочется отметить, что именно детское танцевание в Архангельской области активно развивается. Есть результаты у нью-йоркских пар. Хотелось бы пожелать это и для взрослых. Ну вот это, наверное, заслуга Федерации спортивных танцев. А помимо этого, какой еще деятельностью вы занимаетесь? Как вообще работаете? Какие задачи, цели перед собой ставите? У Федерации цели и задачи все-таки основные. Это повышение уровня мастерства танцоров. Решение проблем финансовых, проблем, связанных с площадями для тренировок, с общей организацией, графика проведения соревнований. Кроме того, мы расширяем свое влияние в таких направлениях, как танцы на колясках, может быть, вы уже знаете. Пытаемся помогать и организовывать и другие танцевальные направления, которые относятся к социальным танцам. Но среди них тоже уже начинается такое активное движение. Все это работает и способствует на популяризацию танцевального спорта. Ну, это вот основные. Ну и давайте в конце нашего разговора еще раз вернемся к празднику Снежная Румба. Расскажите нашим телезрителям, когда, где пройдет праздник? Значит, традиционно мы используем два дня. Это суббота, воскресенье. В начале у нас будет мощный отборочный цикл. И я всех горожан и гостей города приглашаю именно в воскресенье в 17 часов в спортивный комплекс «Норд-Арена». Вход бесплатный благодаря нашей администрации, администрации нашего города. Это вот такой подарок сделали в этом году наша администрация. Ну что же, спасибо за беседу, Александр Леонидович. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был вице-президент Федерации танцевального спорта Архангельской области Александр Антонов. Ну а мы продолжаем выпуск. Общественная организация «Мост» первая и единственная в Архангельске, которая помогает людям с ментальными особенностями адаптироваться к окружающему миру. Сейчас руководители центра хотят осуществить еще одну мечту своих подопечных – самим зарабатывать. Как можно им помочь, расскажет Наталья Пулина. Дмитрий старательно выводит стежок за стежком. Он подопечный организации «Мост», который помогает людям с ментальными особенностями вернуться к обычной жизни после лечения и научиться быть самостоятельным. Я просто-напросто учусь шить на машинке. Понимаете, у меня не всегда получается. Я просто хочу уметь одежду ремонтировать самостоятельно. Не то, что там зашил. Зашить-то можно ведь неаккуратно, а там на машинке оно и красивее, и ровнее будет, и удобнее. Но иногда получается, иногда нет. Просто надо, видите, все состояние зависит. От шитья несложных игрушек перешли к изготовлению эко-сумок. Для них используют обычный холст и специальные краски для ткани, чтобы сделать аксессуар привлекательнее. Это пользуется спросом, что на какие-то конференции не складывать в пакетик эту папочку, а положить лучше сумку. Это и экологичнее, и приятнее. Потом сумочку можно куда-то использовать, сходить с ней. Поэтому мы как-то вот перешли на шитье сумок. Часть прибыли от заказов идет на новые материалы, а часть – в руки подопечных. Для людей, не имеющих возможности полноценно трудиться, это хороший шанс заработать. Но чтобы закрутить производство на полную мощность и сделать заработок людей с ментальными особенностями стабильным, нужно специальное оборудование. У нас, если бы был термопринтер, у нас бы были сумки красивее. А то, понимаете, получается вот так вот холстина, она одна. Вот вы видели там. Расписывать, во-первых, тяжело, дорого. Ну, как бы, в смысле того, что на краску больше денег уходит. А так бы, если бы был термопринтер, было бы менее затратно. Осуществить мечту подопечных и руководителей мастерской «Мост» может любой желающий. Посильную помощь можно оказать на платформе планета.ру. Сейчас из нужных почти 400 тысяч собрано 58. До окончания проекта по сбору средств осталось меньше двух недель. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29. Уже сегодня, сразу после автографа дня, в эфире нашего телеканала программы «Открытый регион». Что изменилось на дорогах Архангельска с появлением новых автобусов? Оправдались ли чаяния горожан и чего еще ждать? Как от властей, так и от перевозчиков. Каким должен быть тариф? Будут ли появляться новые маршруты? В прямом эфире в нашей студии начальник управления транспорта, дорог и мостов администрации областной столицы Алексей Потолов и директор автотранспортного предприятия Николай Корягин. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон прямого эфира 639-717, код Архангельска 8182. Итак, программа «Открытый регион» сразу после автографа дня. Такие новости сегодня. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова